Привет, уважаемые подвохи! Сегодня в нашем видеоблоге мы произведем анбоксинг интересной новинки от фирмы Farray. Это фонари, которые зарекомендовали себя безупречным качеством света, надежностью в эксплуатации. Итак, новинка, которая будет называться Farray V158. 860 люменов заявленного света, новые удобные аккумуляторы, да и вообще другой фонарь, в отличие от его предыдущего красавца V152. Ну, эти все фонари мы чуть не сравним. Также к ним добавим новый Magic B-класса 810. Ну и выберем-то, наконец-то, какой из них этих фонарей будет удобный нам под водой. Так, произведем вскрытие. Вот. коробка. Инструкция эксплуатации. Гарантийка. Зарядная. Вот. И сам фонарь. Ну, коробка зарядная нам не надо. Нам нужен фонарь для того, чтобы посмотреть, чем он лучше предыдущих фонарей. Итак. Вот наш фонарь 158-й. С чем он интересен? Интересен тем, что у него добавилось надежное, такое интересное крепление. Если нужно будет фонарь куда-то повесить, например, есть крепкая защелка, которая никогда не потеряется. Благодаря ей фонарь никуда не денется. Дальше, в отличие от другого ФРА 150РУ здесь есть ремешок, скажем так, веревочный ремешок совершенно немножко другой, без резиновых вставок. Вот. Вот такого вот плана, интересно. Движется рука, фиксируется, все надежно зажимается, подтягивается и никуда не девается, скажем так. Вот. Таким вот образом. Далее, далее, далее. Посмотрим на его рефлектор. Рефлектор стал довольно больше, в отличие от 152-го, 158-го. В нем появились защитные болты, на которых все надежно закреплено. Значит, удары, которые будут происходить, по торцу рефлектора, не будут нам вредить самому рефлектору. Режим переключения стал довольно-таки удобным. Добавились множество таких выемок, за которые можно удобно взяться руками и переключить его в нужный нам режим. Поворот на 360 градусов точно так же само, как и в предыдущих версиях. включили. Повернули, посмотрели. Вот у такого плана. Опять же, есть режим памяти, как и в предыдущей версии. Все точно такое же управление, которое мы наблюдаем. Но рефлектор стал шире. и, как мне кажется, даже по весу он стал легче. Теперь возьмем 152-й, положим рядом, он желтой линзой, пока мы ее снимем, она не нужна будет, и произведем замеры. Заодно увидим, чем они существенно отличаются. по длине 21 сантиметр, 152-й, 22 сантиметра. На сантиметр он стал короче, соответственно и легче. Вот. Что касается рефлектора, сейчас мы с вами увидим, что рабочая часть рефлектора стала больше 3,5 сантиметра, в отличие от старой версии, где это было всего лишь ровно 3 сантиметра. То есть, как мы с вами видим, рефлектор у них существенно отличается, а значит, засветка и пятно луча засветки будет намного шире, чем в отличие от 152-го. То есть, мы даже уже сами видим, насколько это другой диапазон лучей засветки. Вот. Насколько это все шире получается. вот. Так говорит о том, что фонарик стал более поисковым. Если вам надо что-нибудь подсветить на глубине, он точно так же подсветит. Тем более, ничего не поменялось в нем в эксплуатации. Если он будет разряжаться, он также подает сигналы и переключается на, скажем так, на уровень ниже. С этим фонарем вы надежно догребете до места сброса. А не так, как, например, Magic, он просто вырубился и до свидания. Ну вот, теперь поставим сюда Magic и мы посмотрим все три фонаря, которые мы здесь видим. Magic 800 10 B, FRA 152 V и FRA 158 V. Значит, он короче всех на сантиметр, скажем так, по весу легче. То, что единственное отличие в, скажем так, в ремешках, ну, так это еще и не показатель, в принципе, что фонарь чем-то хуже остальных. Давайте посмотрим на их начинку и на аккумуляторы. Если мы вскроем FRA 158 вот, тогда мы сейчас увидим новые аккумуляторы. Новые аккумуляторы с платой защиты. Вот, точно такие же от фирмы FRA 2600 мАч. Так, 152 когда мы откроем, находятся стандартные старые аккумуляторы. Вот, такие синие, тоже 2600 мАч. Довольно-таки неплохие аккумуляторы. Фонарик обеспечивается свечением на среднем режиме все темное время суток. Скажем так, если вы в 11 залезли в воду, в 6 утра он вам еще дает свет, он не разряжается. Можно спокойно из воды вернуться на место сброса. Ну, и посмотрим, какие аккумуляторы есть у MagicShine B-класса. А вот у MagicShine B-класса есть длинный аккумулятор сплойка, который заряжается в специальном стыкане. Говорит о том, что вам на охоту придется брать такую заряженную сплойку, в которую надо поместить большой гермобокс, в отличие от этих аккумуляторов, которые можно кинуть в гермобокс, либо специальной защите, защитный покрытый либо находиться в лодке, уменьшает место и намного выгоднее экономит вам место, если вы будете, например, путешествовать с плотом или сплавляться. Так, что по рефлекторам? Сейчас мы это рассмотрим. Вот, как видим, у MagicShine самый большой рефлектор, то есть, будет видно, да, в отличие от всего. Но, и поток света, который дает Magic 1000 люменов, не всегда будет даже лучше, на фоне того, что 152 или 158 будут давать определенно свой световой поток. Например, 152 дает 800 люменов, а 158 уже на 60 люменов больше, ярче. И говорит о том, что выгодно было бы пользоваться 158 не то, смотря, что он легче в отличие от остальных, но и потому, что рефлектор у него больше. Заряжаем обратно аккумуляторы на место. Вот, и мы сейчас тут сделаем небольшую засветку на стол для того, чтобы увидеть, как себя будут вести фонарики под водой. так, сейчас мы это все быстренько соберем. Скажем так, что фирма FRA всегда старается для подвоха сделать удобной в эксплуатации фонари, которые помогут вам высветить вашу добычу. Делает свет надежным, в отличие от Magic Shine, который уходит в историю, не даст вам остаться под завалами, когда сядет аккумулятор. Так, мы собрали аккумуляторы обратно, приготовили фонарь в исходную позицию. Итак, будем смотреть. Magic имеет три режима, режима, три. Вот. Сейчас также посмотрим 152, с которым все знакомы, тоже имеет режим памяти, а также стробоскоп. Так, и 158, также имеет три режима, а также стробоскоп. Сейчас мы включим Magic, вот, включим FireRay, 152, и включим 158. Мы с вами смотрим, кто, что, как из них дает по засветке. Видно, если вот так вот поставить, что, скажем, 158 FireRay почти, почти, скажем так, наравне с Magic 810 MB. В отличие от того, что, например, если сюда еще поставить желтую линзу, вот, возьмем ее от 152, приложим и посмотрим, что из этого выйдет. По свету, по свету, по свету, по свету, он не будет хуже Magic. Вот, видно, да? Довольно-таки видно, и пятно засветки будет не хуже, чем Magic. Я бы даже сказал бы, ярче в чем-то. То есть, 860 люменов будут светить, как 1000 у Magic 810 B. Покупая фонарик производителя FireRay, вы всегда будете уверены в надежности света. Будете понимать, что если вам нужен подствольник, поисковик, то это будет 152 Magic FireRay. Если вам нужен хороший поисковый фонарик, который будет бить вдаль и давать широкий луч света, это будет 158 FireRay. Приобрести их можно в магазине Catran. Из нашего сегодняшнего сравнения мы поняли, что 158 FireRay новинка будет светить лучше Magic, но не хуже 152. Потому, что рефлектор у него шире, на полсантиметра в отличие от его младшего брата 152. А значит луч засветки шире и добычу мы видим сразу. Нам не надо дополнительно водить ружьем в разные стороны, для того, чтобы создать свой угол засветки. Рекомендую вам этот фонарь, уважаемые подвохи, также с ним поплавать, добыть своего самого заветного трофея, благодаря качественному свету, и надежно вернуться на берег, потому, что в отличие от Мэйджика у Ферия никогда не сядут аккумуляторы без предупреждения, а на остатке последнего режима они всегда вас доведут до места сброса. До новых встреч, наши уважаемые подвохи, следите за нашими последними новинками видеообзорами на канале YouTube KatranHan, также продукцию можно привезти в магазине Katran, можно эту цену увидеть на сайте Katranhan prom.ua, а все новинки, обзоры и статьи можем обнаружить на форуме katranhan.com либо на странице ВКонтакте Katranhan либо же по клубу который также размещен на странице ВКонтакте Katranhan Club Ну вот, всем удачи, хороших трофеев и большой рыбы. До свидания.